На заседании депутаты приняли изменение в бюджет города на 2018 год. Свыше 211 миллионов рублей составили межбюджетные трансферты. Средства направлены на дошкольное образование, приобретение транспорта для коммунального хозяйства, повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений, приобретение жилья для детей-сирот. Также на заседании были приняты поправки в решении о мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Льготный проездной для пенсионеров, родителей из многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС подорожает на 15 рублей. Его стоимость составит 365 рублей. Это меры, вынужденные, чтобы установить единую стоимость проездного для льготных категорий. Ранее соответствующее постановление было принято правительством региона. Сам проездной стоит 3000 рублей. Льготный 350 увеличился на 4% с учетом темпов инфляции, тех экономических процессов, неизбежных, которые происходят в нашей стране. Депутатский корпус принял на себя такую ответственность. Мы понимаем, что нужно двигаться со временем и с учетом экономических процессов. Третий созыв Рязанской городской думы был избран в сентябре этого года. Депутаты уже отработали вместе три месяца. Перед Новым годом самое время подвести итоги и наметить планы работы на 2019 год. Например, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская отметила, народные избранники должны контролировать ход ремонтных работ в многоквартирных домах. Есть необходимость, чтобы депутаты также в разрезе своих округов контролировали все те дома, где до сих пор ремонт не завершен. Потому что, когда у нас, помимо того, что не осуществляются те или иные работы и нет контроля, и безнаказанность тех или иных вещей, вот тогда существует бодак. Только вот наша первостепенная задача, что мы сейчас уже сделали, осуществление этого контроля. Подводя итоги работы, Юлия Рокотянская отметила, депутатами нового созыва была изменена структура комитетов, чтобы они работали более эффективно. Все эти месяцы народные избранники активно встречались с жителями. Основные вопросы, которые обсуждались, благоустройство, транспортное обеспечение, освещение улиц. Все предложения, которые жители высказали во время публичных слушаний, уже учтены при принятии бюджета. Отдельная тема развития транспортной сети вопрос будет обсуждаться уже в январе 2019 года. Кроме того, депутатский корпус усилил контроль за исполнением всех принятых решений. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».